В прямом эфире Теледоктор, и мы продолжаем знакомить вас с современными подходами к диагностике и лечению различных заболеваний. Вот я, врач-отариноларинголог, никогда бы не подумал, что хронический тензелит может вылечить врач мануальной терапии, но есть версия, что это возможно. Сейчас всё больше врачей рассматривают организм человека как единую целостную систему, а не просто набор органов, которые надо лечить отдельно. Именно поэтому вот мне, например, этот подход очень близок, и я с большим интересом и желанием хочу обсудить мануальную терапию и остеопатию с нашим гостем, профессором кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, доктором медицинских наук Владимиром Фроловым. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, на сегодняшний день все настолько часто говорят о доказательной медицине, как о неком гарантии решения всех вопросов. Да, то есть 50% за, 50% против, но тем не менее, когда речь идёт об остеопатии, это у ряда врачей вызывает определённый скепсис. Как вы считаете, почему? Дело всё в том, что в отличие от классической клинической медицины, остеопатия базируется на не синдромальном подходе, а на философии, ту, которую завещал человек, который нам оставил остеопатию, его звали Эндрю Тейлор Стилл, конец 19-го, начало 20-го века. И он призывал, прежде всего, как вы совершенно правильно только что сказали, к целостному восприятию пациента. И мы, развивая эту мысль, в настоящий момент работаем в концептуальной модели психо-висцеросоматики, то есть человек един. Психо-эмоциональные компоненты влияют на состояние внутренних органов, а также на структуру, то есть на телесность. И наоборот, возникающие проблемы, в частности патология опорно-двигательного аппарата, чаще всего скелетно-мышечного, суставного аспекта, а также проблемы с внутренними органами, они могут вызывать в том числе и нарушение психологического комфорта. И по статистике наиболее распространённая группа заболеваний – это прежде всего мышечно-скелетные боли. А я вас правильно понимаю, что на самом деле, когда мы говорим о целостном восприятии всего организма, мы априори подразумеваем, что где-то произошёл сбой и начала страдать вся система? Именно так. Причём эта система, лучше всего, конечно, её воспринимать как систему tensegrity. Это аналогизм из двух английских слов. Tension напряжение, integrity – единство напряжения. То есть у человека, по сути, имеется второй скелет, правильно сказать, первый. Всем известен костный скелет. Но дело всё в том, что огромное количество клеток в организме, 10-14 степени, 100 триллионов, они все соединены друг с другом, мягкотканным скелетом, соединительно-тканными филаментами. И с точки зрения остеопатического целостного подхода к страданию пациента, например, причина, этиологическая причина заболевания, она может быть, может не соответствовать именно тому месту, где болит. Поэтому мы воспринимаем воленс-ноленс, то есть в переводе с латыни «хочешь-не хочешь» в целостном, так сказать, каком восприятии. То есть получается, что-то болит, ты идёшь к врачу, тебе лечат этот орган, а проблема, на самом деле, вообще в другом месте. Если бы так. Если бы, так сказать, этот орган, так сказать, болел. Знаете, по-латыни это звучит так красиво «locus morbi resistencia», по-русски говоря, где тонко, там и рвётся. И вот это тонкое звено, оно начинает клинически звучать. Естественно, вот узкая специальность, не в обиду коллегам, так сказать, так называемым узким специалистам, я хотел бы сказать, они воспринимают, они молодцы большие, они сюда, так сказать, упорно, настойчиво лечат то, что является следствием, но не причиной.